Я подготовил файл в Corel, файл нарисован в ЦМУКе, так растровая графика, так и векторная, все в ЦМУКе. Поместил ее в специально заранее созданную форму, которая имеет размер страницы 330, не 425 мм, то есть тот самый размер полиэстровой формы. Вот, здесь размещены как сам макет, который я буду печатать, так и вспомогательная информация для того, чтобы видеть шкалы плотности. Спереди и сзади переводка для крестиков, вот здесь вот крестики есть, небольшие нарисованы. Ну и шапочка для того, чтобы правильно пробиться по ней теперь, я ее экспортирую. Но не через функцию экспорт, а через функцию опубликовать в PDF. Файл опубликовать в PDF, сэкспортирую в папочку RIP, но в папочку комплект, потом оттуда перенесу. Назову первую страничку SWR-1 и самое главное в параметрах при экспорте в PDF указать цвет, использовать цвет в исходном формате. То есть если указать любое другое, произойдет перекодировка и цвета могут быть либо жухлые, либо такие перегоревшие. Ну, отключаю все галочки, всякие там метки, ничего печататься не надо, шкалы плотности не надо, потому что у меня не нарисованы свои. ОК и Сохранить. Экспортируется довольно-таки быстро, как сэкспортируется, то же самое сделано со второй страницей. Переходим на вторую страницу, делаем то же самое, файл опубликовать в PDF. Обзываем его SWR-2, ну вторая страничка. В параметрах опять ставим цвет и в цвет выбираем в исходном формате. ОК, Сохранить. Теперь переходим в папочку, complete, куда вот я записал оба файлика. И оба файлика я открываю на редактирование, с текстом редакции. Для чего? Чтобы убрать в них в полях title, author и тому подобного русские символы. Вот где-то вот здесь вот закодированы русские символы. Почему? Потому что изначально у меня документ назывался по родке в Короле. Если бы я с самого начала назвал по английски, то можно было бы это не делать. Вот это удаление. Рип просто неправильно распознает именно файлов. Удаляю здесь и сохраняю. Как я это нахожу, опускаясь в самый низ документа. Потом прокручиваю чуть вверх и нахожу вот. Продюсер, автор, креатор, тайтл. И вот это все удаляю. То, что его не будет в PDF, это ничего страшного. Рипу это не помешает. За название он возьмет само название файла. Да, снова сохраняю. Теперь переходим в RIP. RIP у меня запущен. Он каждые 5 секунд сканирует папочку Input. И как только в папочке Input появится какой-нибудь файл, он сразу нечет их риповать. То есть сейчас вот эти файлики я возьму их, отсюда вырежу и закинуем их в папочку Input. RIP весь настроен, все настройки там настроены. И вот ждем. И буквально вот сейчас вот он обнаруживает там файлы. Вот он типа как бы сканирует папочку, но он раз в 5 минут, раз в 5 секунд и проверяет. И как только найдет файл в папочке Input, все нашел. И побежал он их риповать. На выходе мы в папочке Output получим 4 тифки. Это будут 1-битные тифки, одноцветные растрированные тифки. По 4 штуки на каждую страничку. Итого будет 8 файлов. Те файлы нужно будет открыть в Photoshop и отправить на печать на принтер. Процесс растрирования довольно быстрый. Самый длинный процесс, это процесс передачи файлов в принтер. Так, включаем принтер. Открываем платок подачи. Приемный тоже. И вот будут сейчас формы. Ставить схему и на них печатать. Желательно их все ставить одинаково. Вот. Вот так вот. Ну и... В принципе, все настройки у меня настроены. Ну как настройки, по максимуму все настроено. Поэтому можно просто брать и печатать. Сейчас еще разочек гляну свойства. Ну да, 2300 DPI. Polyester Plate стоит. И особый размер указан максимальный. Ну не максимальный, а размер формы. 330 на 425 миллиметров. Так, все окей. Окей. Печатается. Закрываем. Нет, не сохраняем. Файл. Печать. Печать. Окей. Окей. Нет. Файл. Ну вот, в очереди печати у нас стоит 8 заданий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И они просто передаются в принтер. Передача в принтер занимает больше всего времени. Продолжение следует... Ну вот, теперь в форме нужно пробить перфорационное отверстие для штифтовой приводки. И вставляется вот пробойник вот сюда. Вот так. И теперь в упор. Я его уже выцентрил, выровнял. И хлоп. Готово. И так вот все по очереди. Устанавливаю валы после обрезинивания. Я там первый раз вот поставил. Это вот качество. Как они их обрезинили. Ну, в масштабах печатной машины, я понимаю, так что биений в принципе нету. И как бы очень ровный зазор. То есть ни бочки, ничего нету. Ну, вообще отлично. Просто замечательно. Ну, и здесь точно так же все крутится просто идеально ровно. Ну, в смысле валы. Очень хорошо. Очень хорошо они геометрию сделали, конечно. Классно. Ну, вот в итоге получилось 8 форм. Четыре на каждую сторону. Ну, я сначала напечатаю два цвета. Голубой и розовый. Первую сторону. Голубой, розовый. Вторую сторону. Потом перемой машины на цвета. На черный и желтый. И отпечатаю черный и желтый на первую сторону. И черный и желтый на вторую сторону. Короче, буду делать так. То есть, ну, буду печатать по цветам. И для себя я напечатал такую подсказочку. Вот. Я не сильно профессиональный печатник. Вот такую подсказку напечатал. Просто на принтере вывел два цвета из всей картинки, которая мне должна получиться. И я распечатал только два цвета. С фотошопа выделил два канала. И распечатал только их. И в итоге мне будет видно смотреть, что из себя должна представлять по насыщенности картинка, не видя всю ее во всех четырех цветах. Ну, сейчас нужно установить форму. Вот. В ней здесь вырубка. И этой вырубкой нужно попасть вот сюда, вот на штифты. Так. Чтобы повернуть ее, чтобы повернуть при не включенной кнопке блокировки, если нажать плюсик, то она так. При закрытых крышках, при закрытых крышках, если нажать плюсик, и блокировки у нас не включены, то она сама автоматически вернется в позицию установки формы. Вот. И вот здесь мы видим эти вот штифты, вот, один и второй, на которые нужно попасть формой. Потом, сейчас, чтобы она вращалась, я нажму кнопку блокировки, иначе при открытых крышках на ней будет ходить. и нажимаю кнопочку назад, чуть-чуть поверну и покажу. И потом закрывается форма, вот эта вот прижимная планочка, она должна попасть сюда, вот под нее, вот сюда вот, под нее падает. И потом вот, беря, и поворачивая этот ключик, вот, вон двигается прижимная планка, ее видно, вот она, вот она оттуда прижимается сюда, то есть это неподвижная, это сподвижная часть, и между ними, как вот, пинцетом зажимает форму спереди, и точно такой же механизм крепления сзади, она когда обернется вокруг вала, вокруг формного цилиндра, точно так же зажмется сзади. Один зажим, а второй зажим. Просто вот, ключом легко повернуть до того момента, когда чувствую, что она уже зажалась. Все, ничего сложного здесь нет, мне просто это очень тяжело будет сделать одной рукой. Открываем машину и поворачиваем, нажимаем кнопку блокировки и кнопочками вперед и назад поворачиваем. в удобное для нас положение для закрепления формы, вот где-то вот такое вот, вот чтобы эти штифты были видны, открыты. Ну, теперь вставляется сюда такая форма. вот такой четырехграник подключена 10 и вот я вот поворотом ключа вот себя, можно на себя без разницы, но я это себя зажимаю. Таким движением я сейчас зажжу переднюю часть. Теперь, что я делаю? Поворачиваю чуть вперед вот так вот и включаю увлажнение, перевожу в режим увлажнения, опускаю валы, увлажнение прижмется, меня сейчас будет прижимать форму и нажимая на кнопку подачи вперед, я буду сейчас ее прикатывать. Вот, когда дело дошло до хвоста, я точно так же отставляю хвост сюда в захват, прокатываю дальше до конца и зажимаю хвост. Закрываю теперь хвост. Оп и оп в движении. Теперь выключаю увлажнение, сдаю чуть-чуть назад и закрываю здесь вот сам натяжитель формы. Обтягиваю вокруг формного цилиндра. Ну, а сейчас нужно включить увлажнение, увлажнением смыть полностью эту краску, которая сейчас налипла, прокатиться по ней. Вот, обе формы установлены. И одна, и вторая теперь первым делом, перед тем, как даже краску закладывать, я открою увлажнение. Она уже стоит. Увлажнение из себя представляет. То есть я вот на эту бутылку, на эту литровую бутылку я добавил вот таких вот колпачка, оно вверх ногами было, да? Вот где-то вот столько вот два раза. Ну, два почти полных колпачка увлажняющего раствора. И, поскольку у меня форма полиэстровая, поэтому я все-таки добавил сюда спирт. Именно с той целью, чтобы лучше форму вымывало. Потому что на полиэстровую форму нужно подавать больше воды. Если добавляешь чуть-чуть спирта, я заметил, печать получается лучше. Поэтому я добавил где-то полтора клопочка спирта из-за пропила на литр увлажнения. Вот и все. Все остальное просто вода в под кран. Я не мерил ни PH, ничего на ней. Нормально так печатать. Увлажняющий аппарат компакт. Компакт в этом плане очень хорош тем, что кран туго ходит. Вот. Все. Сюда набирается водичка и уровень будет держаться автоматически. Здесь по мере расходования оно за счет как поилка для попугаев по такому же принципу будет добавляться сюда водичка сама постоянно. Ну, единственное, что надо следить, мне сейчас надо следить, потому что у меня машина стоит не по уровню, стоит просто на трубах. Поэтому здесь надо следить, чтобы, не дай бог, она не кончилась вода. Но если кончится, можно будет чуть-чуть так на бутылку нажать, и она пробьет пузырь, который здесь стоит, и она пойдет дальше нормально. Это из-за того, что у меня машина стоит криво. Ну, и точно так же здесь открываем увлажнение. здесь кран, по-моему, хорошо рукой крутится. Все. Все отлично. Теперь закрываем кипсейки. Ну, вот он так вот открывается. Так открывается. Вот так вот он закрывается. И закладываем сюда краску. Зажимать с фанатином здесь не надо просто закрыть и все. чтобы держалась. Пережимать здесь ничего не надо. Ну, посмотреть, чтобы ничего не упало в процессе работы машины, чтобы никакой инструмент, ничего здесь лежащего, нигде, ничего сюда не упало. Пересмотреть внимательно. Так, подача бумаги настроена у меня. Приемка у меня тоже настроена. А там, как настраивать подачу бумаги, это можно в другом видео будет посмотреть. Вот. Ну, здесь я уже все настроил. Полностью бумагу уже порезал, поставил. Печатать я буду на мелованной бумаге 90 грамм. Неуловка. Печатать буду свои вот инструкции по изготовлению стендов своими руками. Ну, чтобы зря просто бумагу не пачкать, краска решил сделать полезное дело. Краска заложена. Вот. Теперь включаю подачу краски в красочный аппарат. И вот пошла она переноситься. И заполняю ролики краской. Ну, в принципе, все. Перевожу в положение автомат. Теперь краска будет подаваться каждый раз только на момент прохождения листа. пусть будет 7000 скорость. Сейчас буду я приводкой заниматься. поставим 5 листов. Обнулим 5 листов. Отпечатает нам 5 листов всего лишь. Так, ну, а теперь включаем натиск здесь, включаем натиск здесь. Смотрим, чтобы у нас приемка была поднято вверх. И включаем увлажнение. Здесь увлажнение накат включился, здесь тоже увлажнение накат. Сейчас форму помоют увлажнением. надо чуть-чуть больше воды добавить. Надо чуть-чуть больше воды увлажнение. Ну вот, теперь можно включить положение накат на осетную резину в положении 4. Та ручка сама автоматически включается. Несколько оборотов пусть прокрутит, накатает на резину и сейчас включить печать. отпечатает пять экземпляров и автоматически остановится. Ну и вот сейчас будем заниматься сведением. Вот, сейчас будем заниматься сведением и выравниванием относительно листа. Вот, выравнивание относительно листа, потому что она печать двухсторонняя, мне нужно будет центр выставить строго по центру и выставить относительно друг дружки. Первая регулировка. Я сейчас регулировал непосредственно положение равнения листа то есть вот здесь да вот я сейчас форма сейчас не трогал я только регулировал положение равнения листа для того чтобы не лист шоу максимально ровно в плане переворота когда я буду переворачивать обмену снова по центру шоу максимально ровно и вот после после первого можно посмотреть что вот так резкость резкость вот смотрим на на голубое и голубой очень близко находится к центру. Точно так же сзади голубой очень близко находится к центру. И сейчас я уже буду ровнять форму. Сейчас уже буду двигать форму для того, чтобы форма попадала на лист. Сейчас буду двигать форму. Выключаем натиск. Выключаем натиск. Включаем блокировку. Выключаем блокировку и поворачиваем перед формой. Перед всеми регулировками первое, что нужно сделать, это нужно ее отпустить. Мы ее открываем. Вот самое первое, что. Отпустили. Теперь смотрим, нам нужно перед сдвинуть сюда на 2 мм. Для этого мы поворачиваем вот так вот и используем этот регулировочный винт. Задвигаем вот здесь. Задвигаем на 2 мм. То есть мы делаем вот так вот. Отпускаем этот винт. Смотрим, чтобы у нас форма съехала. Там не 2, там даже чуть поменьше. Миллиметра полтора. Вот так вот. Смотрим, что у нас здесь сзади. А сзади сзади у нас сзади у нас наоборот. Нужно в противоположную туда нужно сдвинуть форму. В противоположную сторону нужно сдвинуть форму. Для этого мы точно так же и только уже вот этот регулировочный винт мы накручиваем. Так вот накручиваем и сдвигаем форму. Чуть-чуть туда сдвинули. Теперь ее берем, пробуем закрыть. Если у нас образовались здесь сдутия или пузыри, мы их устраним. Здесь нету. Устраним натяжением соответствующих вот этих вот винтов. Здесь сейчас я не вижу. Форма легла хорошо. Везде она хорошо натянута. Но это плюс. Это большой плюс. Формы полезно, что она конечно обтягивается. Алюминиевая она резкость эта алюминиевая она вздыглась бы сейчас. Ну вот сейчас надо попробовать еще отпечатать два продных экземпляра и посмотреть куда у нас сейчас попадает или не попадает у нас в центр голубой цвет. А потом так я сейчас включу натиск только на этом на том печатном цилиндре я натиск использовать не буду. И сейчас включаем машину на ход. форму я закрыл обтянул включаем машину на ход и поскольку там натиск не включен то ручка автоматически работать не будет. Включаем увлажнение даем чуть покрутиться включаем накат краски и теперь включаем накат на овсетный цилиндр даем делать пять оборотов чтобы новая краска легла на сетный цилиндр и включаем печать. Машина берет два листа отпечатывает два листа и смотрим что получилось и смотрим что у нас здесь получилось краска на масляной основе она пахнет масляной краской резкость вот можно видеть результат смещения по фантому от прошлого отпечатка естественно на овсетной резине остался прошлый отпечаток прошлый нанесенная краска в небольшом количестве она вся не снялась за один раз и вот что мы видим здесь сместили в эту сторону а здесь сместили в противоположную сторону сейчас будем смотреть сгибать лист смотреть что получалось по центру пока не получится по центру все настроил все свел сейчас первые два цвета первую сторону опа чуть-чуть больше вакуума надо дать и вакуума Все вам не плохо Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 на скорости и потом когда последний оборот уже делал последний проход делал и печатал на 4000 конечно меньше скорости меньше бросает и проще настроить аппарат равнения может надо с ним еще поиграться но я печатник такой себе больше удовольствия чем профессионально этим занимаюсь так как то вот так вот